Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Мрзаду и Шенбекова. В отношении судьи заведено уже второе уголовное дело. Как сообщает генеральная прокуратура, бывший председатель Свердловского райсуда столицы Эльвира Джаркеева подозревается в том, что оправдала мошенника. Установлено, что два года назад, 15 августа, в бытность судьей Эльвира Джаркеева незаконно вынесла заочное решение по гражданскому делу гражданина Китая, удовлетворив его иск о взыскании суммы задним числом. В отношении гражданина Китая ранее возбуждалось уголовное дело по статье «Мошенничество». Он разыскивался. Судья не изучила всех обстоятельств дела и для освобождения истца от уголовной ответственности вынесла решение в его пользу. Отметим, первое уголовное дело было заведено по подозрению в принятии заведомо неправосудного решения, злоупотреблении должностным положением, служебном подлоге в бытность работы в Свердловском райсуде в 2016 году. После возбуждения дела президент Соренбай Джейенбеков отстранил ее от должности судьи и Нарынского горсуда. Второе уголовное дело возбуждено по двум статьям. Оно передано в следственное управление ГКНБ. В полку спецназа «Шумкар» незаконно списывали горюче-смазочные материалы, товарно-материальные ценности и запчасти на автотранспорт. Как сообщили в МВД, необоснованные списания выявлены в количестве 28,5 тысячи литров на общую сумму 1 млн 221 тысячи сомов. По путевым листам излишне списаны пробеги автотранспорта. Установлено, что без подписи получателя списано 200 литров дизельного топлива на почти 9 тысяч сомов. Также выявлено недостача автозапчастей. Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по двум статьям. Участившиеся в последнее время факты воинских преступлений отрицательно сказываются на имидже армии. Об этом сегодня во время рабочего совещания, где принял участие начальник Генштаба вооруженных сил Рейнберди Душенбиев, председатель Госкомитета по делам обороны Эрлистер Дигбаев и секретарь Совбеза Демирсегенбаев сообщил президент Сорон Байдженбеков. Он отметил недостаточную работу командного состава по обеспечению надлежащего исполнения военнослужащими воинских обязанностей. Было отмечено, что подобные факты происходят из-за непрофессиональной работы командиров при обучении личного состава, отсутствие действенной системы профилактики воинских правонарушений. Президент заострил внимание на продолжающиеся в вооруженных силах факты вымогательств, в особенности с должностных лиц военных комиссариатов, и поставил задачу принимать своевременные и жесткие решения в отношении воинских лиц. Кроме того, в ходе рабочего совещания были обсуждены вопросы военно-технического сотрудничества и развития предприятий оборонно-промышленного комплекса республики. Что выиграл Кыргызстан от вступления в Евразийский экономический союз? Сегодня этот вопрос членам правительства задали члены парламентской фракции Республика Таджурт. Законодатели рассмотрели плюсы и минусы вступления нашей страны в этот альянс, а заодно заслушали отчет чиновников о том, как изменились торгово-экономические показатели за время нахождения Кыргызстана в составе ЕС. Правда, говорить на все темы открыто, члены правительства отказались. Как выяснилось, есть вопросы, которые не стоит публиковать в прессе. Но часть информации все же смогли обнародовать. Торговый оборот со странами ЕС упал почти на 4%. Об этом в своем отчете сообщил вице-премьер-министр Джиниш Розаков. Правда, экспорт наших товаров увеличился более чем на 5%, а импорт наоборот упал примерно на столько же. Рост промышленного производства за 2017 год и 8 месяцев 2018 составил 18,4% и 18,8% соответственно. По итогам 8 месяцев 2018 года внешнеторговый оборот Кыргызстана со странами-участниками ЕС снизился на 3,4% и составил 1,481,000,000 долларов США. В то же время экспорт составил 387,000,000 долларов США, что на 5,1% больше. Импорт 1,094,000,000 сомов, на 6,2% меньше. На сегодня Российско-Кыргызский фонд развития профинансировал 750 проектов на 250 миллионов долларов. Еще 1566 проектов согласованы и одобрены. С 1 января 2018 года вступили в силу 45 технических регламентов. На сегодня 34 испытательных лаборатории и 14 органов по сертификации включены в реестр ЕС. Однако цифры чиновников-парламентариев не устроили. Все показатели, по мнению народных избранников, красиво выглядят лишь в докладах и отчетах. На деле Кыргызстан потерял серьезные деньги по сравнению с тем периодом, когда еще не входил в состав межгосударственного объединения. Вы сейчас очень хорошие цифры говорили, но если в целом взять от точки отсчета 2015 года, внешний торговый оборот Кыргызстана на 2014 год до вступления в Евразес и на сегодняшний день разнятся около 300 миллионов долларов. Это говорит о чем, Олег Михайлович. Это говорит очень просто, что все наши надежды вот по истечении трех лет не избылись. Ну позвольте с вами не согласиться в данном случае. Да, вы говорите, вот рост идет. Даже по сравнению с 2017 годом, да, на сегодняшний день 9 месяцев, да, у нас, мы почитали ваши цифры все, 689 миллионов сомов роз есть, внешний торговый оборот. Но за три с половиной года, которые мы находимся в Евразесе, Олег Михайлович, нету роста. Чиновники уверяют, что вины правительства в этом нет. Причиной спадов послужило то, что в мире произошел экономический кризис, который в первую очередь ударил по странам-партнерам, входящим в состав ЕАЭС. Именно это послужило причиной экономического спада, и если бы Кыргызстан не вошел в состав Альянса, последствия для страны могли быть гораздо серьезнее. Именно эти факторы стали ключевыми в тем, что наши объемы торговли с этими странами катастрофически унизились. Именно из-за того, что у них упала покупательная способность. И вступление в ЕАЭС очень сильно нивелировало те шоки, которые мы могли пережить, потому что положительный эффект все-таки был. Но так как люди стали получать намного меньше, во время кризиса перестали тратить деньги вообще, то, соответственно, наш экспорт в тот момент сильно снизился. И вообще торговля стран ЕАЭС и Российской Федерации очень сильно упала в 2015 году. Казахстан упала. Это же не говорит из-за того, что это произошло из-за нашего вступления. Нет. Эти два фактора просто совпали. Ключевым влиянием на объемы торговли на тот момент было обрушение цены на нефть со 100 с лишним долларов до 25 долларов. И практически двукратное обесценивание валют наших основных торговых партнеров. Депутаты потребовали от чиновников гарантий, что подобное не произойдет в будущем. Народные избранники хотели услышать, что правительство делает для того, чтобы не допустить гораздо более серьезных спадов. На сегодняшний день к кабинету министров много претензий по запуску необходимых лабораторий и переходу к стандартам объединения. Чиновники заверили, что делают все возможное. Но многое зависит не от них. Продолжить заседание фракции члены правительства попросили без прессы. Так как есть вещи, которые пока не стоит обнародовать через СМИ, отметили члены правительства. Парламентарии продолжили заседание в закрытом режиме. Игорь Потанин, Бакыт Кушалиев, НТС. В защиту прав школьников в Бишкеке создан городской родительский комитет общеобразовательных организаций. Задачами нового органа, сообщают в мэрии столицы, станет работа с родителями по вопросам воспитания и образования школьников, оказание информационной и иной поддержки. В городской комитет вошли представители попечительских советов, общественных объединений и родительских комитетов 25 школ Бишкека. Первое совещание нового органа, отметим, прошло сегодня. Одной из тем стала ситуация с драками в школах. Напомним, по одному из последних случаев в школе номер 66 был уволен инспектор ИДН и несколько сотрудников правоохранительных органов получили выговоры. 26 депутатов Джугурку-Кенеша предлагают на 10 лет запретить охоту на архара, козерога, косулю, морала и кабана. Животные являются также кормовой базой снежного барса и от их численности напрямую зависит выживание популяции барса, отметили инициаторы. Сегодня в парламенте прошли слушания о запрете охоты на некоторые виды животных в Кыргызстане. В стране действует более 50 охотничьих хозяйств. И несмотря на то, что архар Марка Пола находится в Красной книге, ежегодно на его охоту выделяется квота 80 особей, отметили нардепы. Тем самым в целях обеспечения охраны и воспроизводства биоразнообразия животного мира предлагается с 2020 года до 2030 года ввести по всей стране 10-летний мораторий на ведение охоты на горного барана, козерога, косули, благородного оленя и кабана. За нарушение временного запрета предусмотрена уголовная ответственность. Напомним, этот законопроект депутаты уже вносили весной прошлого года. Тогда в составе инициаторов было всего несколько депутатов, и на голосовании законопроект поддержан не был. Как тогда объяснили инициаторы, в Джугур-Кукинеше было немало заинтересованных в охотничьем бизнесе нардепов.